Ну а перед просмотром данного видео я бы хотел порекомендовать вам канал под названием Live Game Channel. На этом канале вы найдете интересное, что самое главное, качественный контент по таким играм, как ETS2, OMS2, GTA 5, да и собственно говоря многим другим. Также там можно найти и первые взгляды. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, так же как это сделал и я. Ссылочку я оставлю под этим видео. И всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Алексей. Сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео. Сегодня у нас будет обзор мода. Мод прописан в две игры, ровно как и в ETS, ровно так и в ETS, но так как это американский трак, это Volvo VNL, кто еще не догадался, посмотрим мы на его возможности именно в American Truck Simulator, ну и соответственно тест-драйв проведем здесь же. Ну и перед тем, как мы собственно начнем его осматривать, я хочу сказать, что данный мод является приватом. Приобрести вы можете его по ссылке в описании. И кстати, этот мод уже ранее бывал у меня на канале, была его первая версия, его первое самое появление. Сейчас, спустя довольно-таки длительный период времени, модель была обновлена практически на 90%, не будем говорить, что на стану, но 90% она была обновлена совершенно точно. Была потянута внешка, был полностью переделан салон как на 670, так и на 780 модели. Давайте посмотрим, собственно, что он на себя представляет. А, и да, ровно как и с Freightliner Classic, если вы скажете автору, что пришли от меня, то получите скидочку в 10%, ну и примерно где-то рублей за 400 вы эту машинку получите. Итак, продается она в автосалоне Kenward, в ETS, к сожалению, я не помню, но обязательно напишу в описании. Продается она у нас под видом 760, ой, 670 Volvo, это я уже на новую что-то переключился. Выглядит машина следующим образом, то есть, опять же, была полностью переделана модель, здесь как-то вот, наверное, надо все-таки сравнивать более подетально, по фотографиям, но в целом модель крайне приятная, и вот наверняка сейчас найдутся те, кто будут писать в комментариях о том, что вот та Volvo, которая лежит в воркшопе от ARADF, я все забываю, как правильно его высказать, никнейм этого товарища. Так вот, ребята, у него Volvo абсолютно неправильно здесь. Да, конечно, тоже есть косяки по геометрии, где-то, возможно, на длине, где-то шире, где-то уже, но она более правильнее выглядит, нежели чем та, которая лежит в воркшопе. Ну ладно, это, в принципе, дело такое уже третье, а давайте посмотрим, что есть вообще на данном автомобиле. Она именно шестой серии, так скажем, называемая шестой серией. Есть кабина 630, есть кабина еще одна 630, по сути, тоже самое, только у нас добавляется такой колпак на крышу. Ну и есть классическая 670. 630-ка это у нас, по сути, низкая крыша, поэтому давайте мы с вами посмотрим, какой у нас салон. И салон у нас, естественно, здесь будет именно под 630-ю волю, а плюс ко всему его можно выбрать еще новым. Ну и здесь, по сути, меняются только текстуры обивки и все. А сама по себе модель вообще ничем не отличается. По тому, как выбрать все-таки 780-ку я покажу чуть попозже. Давайте сначала посмотрим на 670-й салон. Он выглядит следующим образом. Кто-то скажет, что это за фигня? Здесь есть эти лавочки, господи, столик, как так. Это же от 780-й салон, сразу налетят эксперты. Ребята, уже в 170-ке был и такой салон. Это, как я понимаю, люкс-версия. Пусть эти диваны, они несколько меньше, чем в 780-ке, но все равно они там были. Ладно, давайте перейдем теперь к разделу шасси. Здесь, собственно, мы выбираем 780-ку. Кабина у нас становится длиннее. Соответственно, и шасси становится длиннее. По кабинам видим то же самое. То есть, у нас идет 730-ка с низкой крышей. Опять же, два варианта по текстурам. Но здесь, смотрите, в 630-ке у нас потолок кончался где-то примерно здесь. То есть, на уровне с палки может чуть-чуть выше. Здесь у нас, несмотря на то, что кабина низкая, с палки уже две. В любом случае, потому что это 780-ка. Соответственно, также можно еще спойлер сверху поставить. Ну и то в жиркабина. Это, естественно, Volvo VNL 780. Здесь уже прям, ну, лакшери, реально. Можно еще вот такой вот приятный, кофейный оттенок новый выбрать. Обивки вообще будет очень здорово смотреться. По двигателям. Здесь классический набор. Именно здесь те двигатели, которые ставились на эту Volvo. То есть, это Detroit, Cummins и, в принципе, все там. В редких случаях может где-то попадались кэты, но такого я не видел и не слышал. Давайте поставим Cummins ISX 12 на 475 лошадиных сил. По трансмиссиям у нас идут и Tenfuller, I-Shift. Ну, в принципе, стандартный довольно-таки набор. Оставим I-Shift на 12 ступеней. По салону давайте еще раз на него посмотрим. I-Shift у нас прячется здесь под сидением. Ну, я бы, может быть, его, наверное, чуть-чуть как-то повыше, что ли, поставил. Что-то он слишком низко. По самому салону, да, это скорее всего торпеда у нас идет от дефолтного FH, но здесь полностью переделан бортовой компьютер. Полностью она переделана по текстурам. То есть, ну, приятно выглядит, согласитесь, если сейчас зайти в ETS, посмотреть на обычную дефолтную Volvo, ну, этот, эта торпеда выглядит гораздо приятнее. По покраске кузова она, естественно, поддерживается как обычные цвета, так и цвета металлик. Можно и сделать свои цвета. Но вот больше всего мне нравится, как машина выглядит в металлик блю. Вот, не знаю, очень здорово смотрится. на Sky Blue он как-то слишком темный, а вот металлик блю выглядит очень прикольно. По тюнингу здесь что у нас добавилось? Да, собственно, обновилось, опять же, практически все. Постараюсь максимально быстро все это показать, но в то же время, чтобы вы усвоили информацию и ничего у нас не пропало. По юбкам. Юбки, кстати, несмотря на то, что у нас сейчас 780-е шасси, можно юбки, кстати, ставить и от 670-ки. То есть, ну, напополам. Есть такие варианты Wolf, где, ну, либо ступенек нет попросту вообще, то есть, ну, в смысле, ступенек юбок. И просто у нас такие металлические ступеньки. Это самая бедная комплектация, которая есть. Даже можно еще и пластиковый бампер здесь плюс ко всему поставить. Но дальше идут уже именно те варианты, которые можно реально повстречать в реальной жизни. То есть, они могут быть у нас и напополам, могут быть добавлены полностью. Там с пластиковой, допустим, полоской с хромированной. Здесь уже плюс ко всему идут накладки на ступеньки надпись Volvo. Это уже здесь от 780-й. Они, естественно, идут, потому что во всю длину они закрывают машину. Ну и самый, наверное, такой вариант, который мне нравится больше всего, это... Сейчас я вам покажу. Вот этот с хромированными накладками, но, допустим, без нижнего спойлера, потому что я его, допустим, хочу сделать пластиковым. Вот мне с ним, кажется, смотрится гораздо интереснее и красивее, нежели чем с хромированным. Далее, здесь у нас можно будет поставить ступеньки, но так как у нас стоит спойлер, они, в принципе, нам, по сути, и не нужны. Соответственно, по... Господи, как они называются? По крыльям. Давайте мы их уберем, чтобы... Точнее, юбку уберем, чтобы можно было на все это посмотреть. Крылья у нас ставятся следующие. Ну и, соответственно, давайте тогда уж посмотрим, какие ступеньки сюда можно понавешивать. Либо такая, либо такая столбаксом. То есть, ну, если мы ставим все-таки от 780 нашу юбку, да, то, в принципе, нам это и нафиг не нужно, поэтому я думаю, что мы оставим такой вариант и не будем изворачиваться. Сзади брызговики у нас одни. Сюда у нас ставится такая интересная хромированная накладка. Здесь у нас либо одна выхлопная, либо две. Ну, давайте оставим. Ладно, пусть стоят две. Почему бы нет? По зеркалам могут быть они обычные стоковые от FH. Ну, это знаете, если уже, к примеру, вы будете кататься в ETS где-нибудь по России, ну, и такую сборную солянку замутить. Можно выбрать новые зеркала, то есть, они у нас будут в видоизмененной форме, вот именно сама вот эта чашка, да, которая накрывает зеркало. Ну, и есть и второй вариант, где у нас будут обновленные, так скажем, сами крепления этих зеркал. Ну, давайте поставим хром, раз уж мы начали лепить хром. Также можно поменять и эту решетку. Плюс ко всему у нас имеется аж целых пять видов зеркалов. Ну, давайте оставим вот эти. Смотрятся они очень интересно. По решетке радиатора. Опять же, здесь есть где разгуляться. Оставим, я думаю, вот эту. Так, перейдем сюда. Отлично. Кастомная решетка с возможностью установки номера, но мы к этому вернемся чуть-чуть, наверное, попозже. Накладки на фары хромированные. Ну, это, естественно, у нас идет здесь адаптация под негабаритный пак. Соответственно, фары. Можно, кстати, поставить и новые. И обратите внимание, можно влупить приоровские фары. Пацаны, все. Те, кто будет кататься в ETS, просто будут довольны. Я уверен, что 99,9% тех вольф, которые будут кататься в евротраке, они будут кататься именно с приоровскими фарами. Вот прям, ну, стопудово так оно и будет. Но мы с вами находимся в ETS, поэтому оставим вот такие вот обновленные, красивые фары. Смотрятся они очень, на самом деле, круто. По бамперу сюда у нас вешается оверсайз лод. Ну, и, соответственно, сами у нас идут бампера. Можно, опять же, поставить, несмотря на то, что у нас 780-ка, можно поставить вот 670-й. Бампера, они разные есть, на самом деле. Есть даже вот такой, смотрите, какой серьезный, какая машина у нас сразу становится. Взрослая такая. Ну, и, соответственно, в ВНЛ-овске уже идут новые с хромированными накладками, также есть кастомный бампер. То есть, ну, здесь реально есть где разгуляться. Давайте выберем, наверное, такой и поставим какой-нибудь сюда номер. Кстати, пак номеров у нас идет от Solaris 36, так что это очень-очень старый пак и выглядит он реально очень круто. Можно три номера поставить. Далее, плюс ко всему, можно поставить еще и кингулятники, но здесь, как лично по мне, они не смотрятся вообще. Также боковые накладочки эти у нас можно сделать хромированными, крашенными, либо пластиковыми. Давайте выберем хром, так как у нас типа везде хром. Плюс ко всему ручки у нас также меняются. Ну, вот с логотипом компании я не знаю, что за беда. Видите, когда я его ставлю, у нас вот здесь, ну, как бы, грубо говоря, по контуру двери получается вот что-то, как текстура какая-то белая добавляется. Ну, просто имейте в виду, что эти логотипы есть. Они, в принципе, были в первой версии этого мода, но, по-моему, тогда вот этой проблемы не было. Сейчас она появилась, поэтому уберем и отправим в доработку. С правой стороны у нас там ставится карьер, то есть, соответственно, вот эта штучка у нас здесь добавляется. Раньше у нас ее, естественно, не было. Здесь US DOT, ну, то есть вся информация, да, по нашей компании она может быть либо черная, либо белая. Но так как у нас Volvo синяя, мы ее оставим, наверное, белым. По колесам все дефолт, ничего нового вы здесь не увидите. Здесь у нас пресет установки на лобаж, визор, также можно либо хром, либо пластик оставим хромированный. Здесь у нас идут шторки, но это тюнинг салона на надпись фортовый. Вольво, ну вот, Вольво, давайте оставим, ладно, фортовый, там уже у нас идет для ЭТСа. По лайтбару у нас их два варианта, то есть, либо просто слоты, на котором я лично настоял, потому как, ну, мне не особо нравится, когда здесь вот эта штанга висит, именно как-то сразу портит вид, поэтому просто оставим слоты, и можно сюда еще также бибендумов нафигачить, и будет, ну, прям вообще круто. Это у нас уже идут шторки в салон, посмотрим там. Здесь мигалки, ну, крайне стремно они стоят, я бы все-таки как-нибудь не знаю, либо на кабину уголки приколхозил, которые идут в дефолте. Помните, давным-давно я их показывал на Петербилте, по-моему, в 389-м. Они бы здесь гораздо лучше смотрелись, нежели чем на половину втопленные в крышу. Ну и, в принципе, все, друзья, то есть, больше у нас здесь нечего поставить, но единственное, что сзади, 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 конечно же, давайте, если мы кликнем сюда, то мы сможем поставить сюда на номер, ну, в большинстве случаев, либо его не ставят вообще, либо просто в каком-то штате там могут один тебе номер выдать, и ты с этим одним номером катаешься. Ладно, давайте быстренько пробежимся по салону, можно поменять рули, можно поставить люкс, здесь у нас меняются зеркала, здесь у нас ставится мухобойка, сюда можно влепить навигатор, здесь у нас также идут зеркала, дашборд Sets, прописан у нас сюда CISL, в этом плане все здесь очень-очень здорово. Тут тоже что-то можно из этого набора поставить, опять же, сюда вешаются всякие флажки CISL, адаптирован полностью, здесь меняется визор, тут у нас идут шторки, абсолютно стандартные шторки из евротрака, висячие предметы, боковое зеркало, в принципе, оно здесь и нафиг не надо, поэтому можно удалить пресет на сидушку, вспалку, ну и, соответственно, накидки на сидушку. Здесь у нас можно также сделать вторую кровать, плюс ко всему здесь у нас вешаются шторки, ну здесь вы уже сами смотрите, подгонять, не подгонять, можно, конечно, обычные такие сделать, но раз у нас все синее, то мы оставим синюю. Ну и, в принципе, то все, то есть, если здесь, конечно, поработать еще над CISL, то можно по, так скажем, расширить все эти точки, можно сюда прописать, сюда прописать, сюда прописать, но я поговорю с Саньком Синтиковым, автором этого мода, если ему понадобится, я, в принципе, могу за это взяться, там, буквально дел на 10 минут. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась сборочка, довольно-таки русская сборка, вот действительно, это русская сборка, надо написать здесь Made in Russia, тогда сразу будет понятно, откуда эта машина. Ладно, друзья, давайте мы с вами поскорее перейдем к тест-драйву, посмотрим, как она у нас звучит, ну, послушаем, как она у нас звучит, как справляется с игровым миром, в общем, не переключайтесь. Итак, друзья, ну что у нас, вторая часть обзора, наконец-таки, здесь нет шагающей камеры, да, она, в принципе, наверное, и не нужна, я думаю, зачем, как бы, ну и так понятно, что мы там, типа, сможем сесть в спалку для атмосферных типа скриншотов, ну ладно, это уже, может быть, выйдет в будущих обновлениях. Итак, подаем питание, у нас появляется наша замечательная приборная панель, давайте пролистаем на бортовой компьютер, как видите, он полностью у нас обновлен, ну, он также был и на старой версии обновлен, имеется в виду, в отличие от дефолтного. Включается здесь у нас значок блокировки, но вот с левой стороны там еще какие-то символы непонятные у нас идут, думаю, это все уберется. Ручник, аварийная сигнализация, не обращайте, как бы, внимание на то, что в салон она бьет, потому, как видите, у нас аварийка стоит здесь, и, ну, АТС, ЕТС, она настроена таким образом, что она не видит преград с улицы и с салона, и поэтому все туда у нас попадает. Ну, в остальном, в принципе, как-то так. По блокировке у нас работает клавиша, что уже хорошо, оси подъемной здесь у нас нет, ну, и, в принципе, их, по-моему, кстати, и нет на этих Вольвох, хотя средняя, может быть, и поднимается. Ладно, по регулировке руля, регулировка руля у нас, естественно, работает, и это хорошо. Окей, по внешке, как она у нас смотрится? Смотрится круто. Так, давайте-ка мы, наверное, вот этой командой замечательно скроем вот этот квадратик, чтобы он нам не мешался. С рифером, конечно, смотрелось бы красивее, но вот взял я флотбет, потому как тот контейнер, который у нас там стоит, но это бред. По освещению, габариты, ближний свет фар, дальний свет фар, аварийная сигнализация, соответственно, давайте мы посмотрим с вами также на то, как у нас все это дело работает с погодой, с дождичком. Так, ну, вроде капельки какие-то попадают, нажимаем один раз, нажимаем второй раз, и все стирается, все работает, все очень круто, отлично. А, кстати, смешки же надо еще тоже посмотреть, ну, и смешки, они тоже у нас, естественно, анимированы, все хорошо работает, все отлично. Итак, выключаем, запускаем наш замечательный каменс. Ух, как он звучит-то. Так, это куда поехал-то? Ну-ка, на нейтралочку. Ух, как турбинка тогоет. Вот реально покачивания не хватает, вот когда газуешь, очень не хватает. Так, ну что, попробуем зацепиться под дефолтняк. Ой, а мы уперлись. А мы уперлись. Ай-яй-яй, как неприятно, друзья. Ну ладно, окей. Я думаю, что к выходу ролика, точнее, к выходу этого мода уже именно в продажу все это дело поправится. Обязательно об этом скажу. Скорее всего, просто здесь несостыковка идет по коллизии. Коллизия именно не пускает. Сдумисом, в принципе, все хорошо, просто не пускает коллизия. Ладно, друзья, поехали потихоньку, что ли. Все это исправится, не переживайте. Так, выезжаем аккуратненько нам направо. Слушайте, да неплохо вообще, я хочу сказать. Прямо-таки, прямо-таки хочется на ней ехать. Уже просто реально интересно, когда разработчики ее родят. Вряд ли там, конечно, будет такой красивый тюнинг, как здесь. Но я думаю, потом наши ребята, авторы модов, постараются все это дело туда адаптировать. И все будет очень даже хорошо. Но пока как-то вот не могут они разродиться. Очень помогают нам дополнительные зеркала. Конечно, нет у нас надобности теперь смотреть в правое зеркало при таких поворотах. Ну что, друзья, я думаю, что мы особо долго не будем тест-драйв этого замечательного автомобиля делать. Потому как сегодня, опять же, да, у нас был стрим. С этим грузовиком катались мы, правда, не с негабаритами. Но я думаю, что у нас вполне себе даже неплохо получилось оттестировать данный грузовик. Так что, если хотите как-то более детально послушать его, посмотреть на него, как он себя ведет, то переходите по ссылке в описании. Там вы найдете запись стрима. Ну и, соответственно, какое-то уже мнение составить о этом грузовике, если этого обзора вам показалось мало. Ну а на этом все, дорогие друзья. Я напоминаю, что приобрести этот грузовик можно по ссылке в описании. Напишите, что от меня. От меня будет вам скидка в 10%. И там грузовичок у вас получится где-то рублей за 400 приобрести. Я считаю, что за 4 сотки это крайне хороший, действительно крайне хороший грузовик. Есть над чем работать. Те баги, которые я сегодня обнаружил, я передам их автору. Обязательно все это дело поправим и справим. Ну и я думаю, что будем стараться развивать этот грузовик и дальше, чтобы действительно у нас получилась самая качественная Volvo. Все, дорогие друзья, огромной всем удачи и пока. Увидимся.